Сегодня при строительстве загородного дома нет необходимости устанавливать тяжелый ленточный или какой-либо другой, привычный всем и дорогостоящий фундамент. Существуют простые и вместе с тем эффективные решения – винтовые сваи. Раньше они использовались в военном строительстве и в строительстве объектов спецназначения. Простота и надежность конструкции определили их широкое применение в настоящее время в малоэтажном домостроении. В данном случае компания Фундекс устанавливает фундамент на винтовых сваях для двухэтажного деревянного дома, который будет возводить здесь компания Стабр. Размер дома 9 на 10 метров. Для создания фундамента потребуется 24 сваи диаметром 108 мм. Винтовая свая представляет собой стальной столб, в нижней части которого находится винтовая лопасть. При изготовлении металл обрабатывается и окрашивается, что в дальнейшем защищает установленную в грунт сваю от коррозии. А конструкция лопасти непостоянной ширины позволяет завинчивать сваю в грунт даже вручную. Ручной монтаж намного качественнее получается, нежели механический. Это до 108 диаметра. Если у нас идет 133 диаметр или далее, то есть уже для каких-то промышленных сооружений, естественно, мы прибегаем к механическому способу монтажа. Еще одним достоинством фундамента на винтовых сваях можно считать его универсальность с точки зрения ландшафта. Наличие небольших неровностей на участке не помешает установить такой фундамент и не потребует выравнивания площадки. Даже перепад высот не проблема. С помощью винтовых свай без увеличения затрат можно разместить дом и на склоне. Если даже у вас участок на воде заходит, друг говоря, краем своим в воду, то данная технология превосходно подойдет под вашу конструкцию. В целом, чтобы приступить к монтажу фундамента на винтовых сваях, необходимо иметь геологические заключения о состоянии грунтов, знать глубину промерзания почвы, расчетный вес дома с кровлей и возможную снеговую нагрузку. Исходя из этого, рассчитывается диаметр и длина сваи, а также их количество. В среднем нагрузка на одну сваю составляет от 7 до 25 тонн в зависимости от диаметра свая. Высокая несущая способность винтовой сваи объяснить просто. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а наоборот уплотняются лопастью винтовой сваи. У нас была выставка в этом году в Сокольниках. Мы сделали специальный источный станк, на свай погрузили 50 тонн. Слай выдержан. При изъятии сваи из грунта мы увидели, что лопасть не деформировалась, все осталось так, как было. В данном случае фундамент из 24 сваи будет установлен за 2 дня. Полный техпроцесс включает в себя завинчивание сваи на глубину более 1,5 метров. Согласно глубине зоны промерзания, подрезку сваи выдерживают горизонтальный уровень. Далее замешиваем прямо на участке раствор песка и цемента и заполняем полностью сваи. А как мы знаем, при отсутствии кислорода нет коррозии. Кроме того, наполнение сваи бетоном способствует укреплению всей конструкции. В завершении к сваям привариваются оголовки, опять же, с выравниванием по общей горизонтальной плоскости. Ну а после этого в местах приварки оголовков к сваюм наносится специальный двухкомпонентный состав, защищающий сварной шов и нарушенное покрытие от коррозии. Теперь остается лишь установить обвязку и фундамент готов. Можно собирать только. Таким образом, сваи можно считать идеальным решением в малоэтажном строительстве. Это довольно быстрый процесс, довольно практичный. Никаких земляных предварительных работ делать не нужно. Единственное, выкопать несколько приемков под сваи, для того, чтобы ее углубить, и от них приемком начать крутить. Третье преимущество стоимости, она в разы ниже стоимости традиционных технологий, того же леночного фундамента или, скажем, бурно-бивных сваи. Еще одно из преимуществ, то, что работы могут производиться в любую погоду, в любое время года. И достоинства этого вида фундаментов оценили уже и нижегородцы, и жители столичного региона. Только у нас он ценится за невысокую цену, а в Москве его больше.